Охотник Лицензию Оплачивает государственную пошлину Продлевает охотничий билет И так далее Понимание уже есть Такого повального браконьерства У нас в республике нет Но к сожалению Попадаются Товарищи, которые Нарушают правила охоты Законодатель Последние годы Сделал Очень жесткие подходы По пресечению незаконной охоты В чем она выражается Если охота произведена вне сроков охоты То человек может лишиться Права охоты У него отбирается охотбилет И аннулируется право ношения И пользования охотничьим оружием Это очень серьезная мера Поэтому люди это понимают И эта мера как раз повлияла Что люди, охотники наши Начали очень досконально Чтить правила охоты И второе направление При добыче краснокнижных видов Животных Самок Водоплавающей дичи Также нанесение крупного ущерба А также охота На особо охраняемых Приводных территориях То возникает уже Не административная ответственность А уголовная ответственность Люди это понимают Но к сожалению Есть случаи Когда люди Пресекают И попадаются на этих фактах Поэтому надо понимать Что очень жесткое законодательство Якутия один из немногих Субъектов Российской Федерации Где существует такая практика Заключения договоров С компаниями и недропользователями О социально-экономическом участии И такие примеры у нас есть Компании строят очень много объектов Сахамин Миланович А вот если посмотреть С такой точки зрения Можно ли Скажем Вот эти средства Которые Направляются На строительство Таких объектов Направить на Скажем Может быть Менее такие Видимые Скажем Красивые здания И так далее На строительство Очистных сооружений Каких-то станций По водоочистке То есть Одно дело Можно построить Очень большой Современный Спортивный Какой-то комплекс А с другой стороны На эти деньги Можно Какие-то В гораздо большем Количестве Населенных пунктов Сделать Те же очистные Там Сооружения И так далее Эффект Наверное Будет все-таки Больше Очень хороший вопрос Есть Конечно Источники Это Та же Комплексная Программа Да Природопользователя В которой Он нам Гарантирует И Показывает Строительство Тех же Очистных Сооружений Полигонов И так далее Это все Проявляется Контролируется То есть Он вкладывает Собственные средства На основные средства По охране Окружающей среды Кроме того На отчисление По НВОС Муниципальная доля 55% Вот на эти цели Муниципалитеты Должны Вести Предохранные Мероприятия В том числе Строительство Компания Что Что Говорит Уважаемые Экологи Посмотрите Платежи По НВОС За прошлый квартал Мы перечислили Такую-то Сумму На Компенсацию За негативное Воздействие Сумма Лежит В бюджете Муниципалитета Муниципалитет Увидев Эту сумму Сверившись С казначейством С Росприводнодзором Должны Уже Планировать Куда Направить Эту сумму А если Скажем Не вот Конкретно В это Муниципальное Образование А скажем Те кто Работает В Ленском Районе Могли бы Средства Направить На очистные Заоружения Скажем Там Намскому Уси Никак нет Компания Несет ответственность За негативное Воздействие На конкретно Если он Ведет Деятельность На территории Ленского Района Он Оплачивает И бюджет Ленского Района И эти Средства Поступив В бюджет Ленского Района Должны Селевым Образом Работать На предохранные Мероприятия Сегодня Треть Республики Имеет Стасус Особо Охраняемых Территорий Как это Увязывается С планами По расширению Геолого-разведочных Работ И перспективами Дальнейшего Освоения Недровых Богатств На территории Республики Каждый Республиканский ОПТ Имеет Своё Положение Те же Ленские Столбы Синие Конькомя Тамма Амма И так далее Положение О ресурсном Резервате Или природном Парке Есть пункт О том Что Возможно Проведение Геолого-разведочных Работ На территории ОПТ Это не Возвраняется Должна быть Принята Отдельно Программа По ведению Геолого-разведочных Работ Предохранная Программа Согласована Нами И Зимний Период Когда Минимальное Воздействие На животный Мир На Перелетных Птиц На Растительность На почвы Можно Проведение Геолого-разведочных Работ Но Без Проведения Взрывных Работ Без Рубки Леса И так далее Поэтому Если есть Планы По геолого-разведке Они должны Подходить Нам И согласовать Свои планы В этом отношении Опять же Конструктив У нас Наработан С компанией Алроса Сейчас Нарабатываем Очень серьезные Взаимоотношения С Рос Геологией Которая Пришла По Мендобролайской Площади Заречья Вот Но Не рекомендую Конечно Несанкционированно Проводить Геолого-разведочную Работу На Особо Охраняемых Территориях Это же Опять же Влечет Административное Взыскание Благодарим вас Закамин Миланович За участие В нашей программе Потому что Тема Экологической Защиты Она очень актуальна И она будет Актуальна Всегда Потому что Это все-таки Окружающая У нас Действительность Я благодарю Участников Нашей сегодняшней До встречи До свидания Всего доброго Спасибо Спасибо